Как его зовут? Не скажите. Сразу слепит. Твоя точка зрения на то, что ты увидел в сегодняшнем матче? Ну, команды поменялись лигами. Я думаю, не сей должен быть в РПЛ, а локомотив в ФМЛ. По игре. Да, с чем ты это связываешь? Не знаю. У локомотива огромный бюджет, множество иностранцев. Я делал не в этом, просто по игре все не показалось. По футбольному, а я в шоке. В приятном удивлении, что Индисей был настолько сильнее локомотива. О чем это говорит? Ну, что надо как-то менять план подготовки. Это Руслан Пименов? Да, это Руслан Пименов. Извините, это Руслан Пименов? Да, да. Блин, это же Руслан Пименов? Да, это Бигги, известные филляндеры. Я прошу прощения, что вы интервью хотите, чтобы я ушел? Нет. Мы хотим поговорить. Пименов Руслан Пименов? Да. Я правда сказал? Да? Это Пименов Руслан. Тихо. Все, все. Ну, мать и Кубка России, да? Да, это же Руслан Пименов. Тезка. Рус. Давай, давай, держи, держи, держи. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, это же правда Пименов. Рус. Вот нас фотографирует. Рус. Иди сюда. Рус. Рус. Ну, прям ветераны меня записали. Блин, тут ты наебал с паховыми кольцами. Да это же наш пацан. Я тебе клянусь, это наш пацан. Я могу только подтвердить. Если бы он сегодня вышел на поле, шанс бы был локомотива. Ну, как вас фотографировать? Ну, какой локомотив? Я за Спартак. Он за Анжи. А этот за локомотив. Руси. А почему вы здесь? А почему? Почему? Да потому что мы любим футбол. Футбол. Самое главное. За Юрия Павловича и Олега Ивановича. Вот. Согласен. Ты реально Шпина? Да. Да. Ну, вот. Извините. Извините, что за вот... За Спартак? Я за Спартак. Слушай. Ну, ты же правда, Руслан Пименов? Вроде как, да. Да. Все. Полик, ну хорош. Теперь мне пора отстреляться. Мы продолжим диалог. Позвольте интервью. Мы продолжим диалог, Руслан. Спасибо. Ребята, удачи. Все, давайте удачи. Ну, то есть, что, на твой взгляд, это было? Ну, все-таки, да, перемены у лока есть, но перемены, как оказалось, лучше. Нет, перемены со знаком минус. Ну, слушай, мы тогда на эмоциях говорили с тобой. Когда? Осенью. Осенью, да. Осенью, да. Ну, к сожалению, мои слова подтверждаются. И ты употреблял твои слова, которые подтверждаются. Да. Ну, а что вы думаете? Сегодня Енисей выглядел по всем, наверное, параметрам лучше. Ну, вот, только вратарь локомотива спас от, вообще, от восьми и семи ноги, мне кажется. Угу. Ну, жуткое зрелище. Жутко? Ну, да, если по футбольному, это очень непросто смотреть. Как тебе центр обороны, Мампаси? Нет, мне вообще не понравилось вообще все в локомотиве, кроме Жемальдинова и вратаря. Угу. Баринов, ну, троем не играет в футбол. Я бы больше сейчас дал бы интервью по Енисею. Енисей точно не занимает, не должен занимать, мне сказали, девятое место в ФНЛ. Они должны точно бороться за, грубо говоря, четверку. И они, ребята, все мастеровиты, которые показали, что они, ну, на сегодняшний день они нагло сильнее локомотива. Угу. О чем говорить? А, возможно, какие перемены нужны в локомотиве? Тренер уже сбежал, как ты оцениваешь его поступок? Как? Я за русских тренеров, я всегда был, у меня позиция всегда такая была. Я рад, что Ласьков стал главным тренером, но пока номинально, потому что все равно руководил не он. И желаю Дмитрию стать полноценным главным тренером. Ну да, сейчас, ну, просто слухи про Карпина ходят разные, то есть что ты думаешь? Извините, друзья. Да, да. Понимаете, тут вообще. Здравствуйте, кепка, кепка. Вот, встреча, да. Все, 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 все. Ну, то есть мы желаем успеха Ласькова, а про перемены что ты скажешь в локомотиве? Слушай, ну, а кто останется? Мы же никто не знаем, останется иностранцы или не останутся. Мы не знаем. Если останутся, с них надо спрашивать. В прямом смысле слова. То есть, как раньше, нельзя так позволять, чтобы играли, как, можно параллели повести со Спартаком, который переподписали, например, контракт про Месс, там, ну, подписал, а это... Мозысь. Да. Ну, они же провалились в ССК-игру. Я вот спрашиваю. Именно по-игротски, чтобы не успокаивались, ребята, быть голодным до футбола. У тебя нет ощущения, что команда Локомотив к сезону не готова физически? Никак. Ни тактически, ни физически. Есть. Да? Ты сегодняшняя игра показала. Ты играешь с первой лигой, ты обязан обыгрывать первую лигу. Тем более, такой бренд, как Локомотив. Ну, это понятно. Что дальше делать с немецким проектом, который ты так... Как я не любил? Желтко охарактеризовал, да. Ну, потому что Лейпциг... Валерий Николаевич охарактеризовал, конечно. После меня, кстати. Интервью был такой же. Но, давай так, Лейпциг сейчас тоже не наверху едят. Правильно? Лейпциг? На девятом. На каком месте? На восьмом? Почему ты вспомнил Лейпциг? Ну, это же оттуда же идет. Лейпциг, Red Bull. Это же одна их компания. Мы же видим. Ну, давай так. А сейчас такие ситуации, которые с ног на голову перевернуло. И сейчас еще больше света вскрылось. Я думаю, надо менять стратегию. На наш ставку делать. Ну, то есть, учитывая даже не то, что денег сейчас будет меньше, а просто учитывая то, что этот проект Локомотива немецкий, он потерпел... Ну, конечно. У нас свой менталитет. У нас свой подход к делу. У нас все по-разному. Ну, раньше мы же давали, Ротор обыгрывал. Сегодня немецкий в России неизбежный. Логично. Нет, на Мерседес приезжал. Нет, я шучу. Нет, на самом деле, раньше давали результат. ЦСКА выигрывал. Зенит выиграл. И выиграл Супер. Ну, почему нам надо менять? Мне кажется, сейчас в такое время вообще надо переходить на, опять же, на весну-осень. Этот чемпионат продлевать и расширять команды, раз не будет, наверное, к сожалению, Еврокубков, к чему мы стремимся и где нашу, можно показать уровень. Ну, и вот в этот период мы могли бы, мне кажется, что-то изменить. И усилить конкуренцию. Все говорят, чем больше команд, меньше конкуренции. На самом деле, я не считаю так. Больше команд, больше ребят играет, больше видят. А сейчас легионеров не будет. Как несчастно показывать свое мастерство и врываться в большой футбол и завоевывать свое имя. Скажи, если ситуация не улучшится в Локомотиве, что ждет Локомотив с точки зрения? Я не про Локомотив, я в целом говорю. Локомотив сегодня вообще, это, ну, мы же видели сегодня. 4-0 от ФНЛ. Это даже не товарищеская игра на фоне усталости. Это официальная игра на Кубок России. Это 1-8, выход в 1-4. Еще 2 шага и финал. Ну, извините меня, но... Дома. Дома, да. Команда на 9-ом месте в ФНЛ нет. Ну, прости меня. Ну, 4-е это повезло. Ну, это... Грустно. Для Локомотива, я бы сказал, это тревожно. И самое главное, не отыграть. Печально, да. Печально, ну, честно, да. Ну, то, что я увидел, это... Ну, во всех линиях большие проблемы, кроме вратаря он спас. Да, он не выручил, там, может, ну, сколько можно выручать, там, 7 выручил, там. Ну, окей. Баринов провел на своем уровне, не на своей позиции, опять же. Его разорвали с Мамбаси, Мамбаси, пока не готов даже играть по... Очень тяжело, и я не думаю, что они будут брать очки. Играют все разрозненно, кто как может. Керк провалил. Да все провалили. Кроме Жемальдина. Да, он не забил пенальти, но он хотя бы от него может хоть что-то зависит. Он может действительно перевернуть игру, но этого мало. Ну, с ССК «Зенит» там Краснодара, это не соперник. Ну, на сегодняшней игре. Может, через неделю чудесным образом все изменится, я надеюсь. Но ты же понимаешь, что так не бывает. Ну, не бывает, да. Ты понимаешь, что чудес не бывает. Поэтому смотрим. Вот они уехали. Да. По машинам рукой. Спасибо тебе большое.